Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь на Южном вокзале. Вот, смотрите, позади меня Южный вокзал. И покажу вам, как и обещал, где находится ЕМС-доставка в Украине, в городе Харькове, и как туда попасть, потому что впервые я немножко, конечно, ее поискал, немного времени потратил. Поэтому, дабы все уже узнали, я вам сейчас быстренько покажу. Вот, смотрите, сзади меня находится сам Южный вокзал. И теперь нам надо будет идти влево, если я стою спиной к нему. Возможно, конечно, сейчас на видео все это в зеркальном отражении, но знаете, что налево идти. Если я стану лицом к Южному вокзалу, тогда нам будет направо. Но вы видите, соответственно, наоборот, заднюю часть. Ну что ж, давайте тогда сейчас поверну, покажу ориентир, как еще. Вот кулиничи, сзади меня на углу. И вот нам надо проследовать туда. Не переключайте. Вот видим кулиничи, и сейчас будем их обходить. Я думаю, в принципе, нам здесь и звуковая озвучка не нужна, и дабы это все долго не происходило, я, наверное, потом наложу музычку, и все это дело ускорил. Все, повернули, идем дальше. Это я вам сейчас покажу маршрут Лерпешева. Если вы на автомобиле, то вам надо будет немножко пройти дальше. Буквально совсем немного тут. По этой же улице, прямо и налево будет такое же, такие же вот ворота. Там был шлагбаум. Заходим сюда, и сейчас мы пойдем на автовокзал, который находится при южном вокзале. Сейчас вы видите, куча маршруток автобусов и машин, которые следуют в разные направления. Нам надо это все будет пройти, и там будет наша служба доставки. Я, конечно, не знаток, но, по-моему, сюда можно также попасть, если переходить вот по этому переходу с южного вокзала, который стоит на трибуне, так сказать, на опорах переход. Тут можно переходить. Вот он, автовокзал. Чуть дальше там находится еще музей железной дороги. Но мы сейчас будем все это дело обходить. Обходим, и вот уже впереди видим первый значок, где указано, что это ЕМС. Есть здесь доставка. Терминал. Вот на углу здания, видите, есть ЕМС доставка. Нам совсем осталось немного, и мы заберем свои посылочки. Обзор первой посылочки вы уже видели. Сейчас еще должно быть две посылочки. Ну и вот наш последний поворот. Подходим вот к этой двери. Смотрите, ЕМС. И тут, видите, есть кнопочка такая. Вот. Ее нажимать и попадаете вовнутрь. Теперь дальше подходим. И тут есть здравствуйте. Вот мы уже дальше прошли. Ее за посылочкой. Тут. И вот наше отделение. Вот тут мы будем получать наши посылки. В общем, получил две своих посылочки, и раз уже находился рядом с музеем, то решил его посетить. Что и вам тоже советую сделать, если будете тут. Хотя даже если и не будете тут, то лишним посещения музея железной дороги уж точно не будет. Очень много различных макетов поездов, как уменьшенных, так и в реальных размерах. Различные виды рельс, форм сотрудников железной дороги, фотографий и много чего другого интересного, которое обязательно понравится вам. И еще приятный бонус всего этого, что посещение музея абсолютно бесплатное. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ И ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok То рядом с музеем есть кафе В котором заказанную пищу или напиток Привезет паровозик по детской железной дороге Смотрится это очень круто И будет приятно посмотреть не только детям Но и взрослым Что касается посылок То по приезду домой начал их распаковывать Субтитры делал DimaTorzok Внутри первой посылки оказалась автоматическая кормушка Компрессор на батарейках Скребок щетка И аквариумный обогреватель Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Внутри второй находилась аквариумная переноска Для транспортировки и временного содержания рыбок А внутри этой переноски лежит еще еж для чистки шлангов внешнего фильтра Распаковывать и обозревать в этом видео все эти товары не будут Для этого у нас будут отдельные видео Но если у вас есть какие-то вопросы по этим товарам Или хотите, чтобы попробовал их в деле в определенных условиях То обязательно принимайте в этом участие И пишите в комментариях под этим видео Свои идеи и пожелания А я уже постараюсь их воплотить в реальность Жду от вас обратной связи Не забывайте поддержать видео лайком, комментарием Поделиться им на своих страничках в социальных сетях Порекомендовать своим друзьям, знакомым А также всем тем, кому может быть интересно это видео Благодарю за просмотр И до новых встреч в новых видео Пока-пока